Жаловаться можно, продолжает работать с народной приемной Саратов-24. О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Рома, привет. На что жаловались на этой неделе наши телезрители? Паша, в основном на покрытые льдом улицы. Нам дозвонилась Любовь, она сетует на коммунальщиков. В поселке Жасминный в одном из дворов течет вода с конца декабря. Затопило несколько подъездов на улице Майская. После морозов образовалась наледь. Галина Александровна из Саратова жалуется на то, что по улицам страшно ходить. На тротуарах каток, а на крышах сосульки. Женщины иронизируют, когда идет не знает куда смотреть. То ли под ноги, то ли наверх. Какие еще жалобы поступили? Ну, собственно, на коммунальщиков, по словам Геннадия Андреевича, с первого дома на Топольчанской баки не вывозят уже четвертую неделю. Мусором завалены несколько дворов. Жильцы первого дома на улице Гвардейска рассказали о неработающем лифте. Кабина сломалась в одном из подъездов. В управляющей компании говорят, что денег на ремонт нет, а дом многоэтажный. Ну и тема последних недель – открытые люки. Один из колодцев без крышки обнаружили на пересечении Лермонтова и Солиной. Это если вкратце. Спасибо. Дежурный народный приемный «Саратов-24» Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность их проиллюстрировать фотографиями или видео, будем только рады.